Здравствуйте, дорогие друзья садоводы и огородники! Я вас всех приглашаю к себе в огород на канал Восадули в огороде. Действительно, в огороде. И сегодня хочу вам предложить один способ, очень интересный способ подготовки грядок к посадке моркови. Именно таким способом в этом году, вот именно сейчас, я подготавливаю грядки для посадки моркови под зиму. И вот мы сейчас посмотрим, что же я сделала. Я сделала вот такие небольшие узкие гряды. Сделала в них, будем говорить, как бы траншеи. Траншеи выкапывала при помощи... У меня есть такая лопата, вот, к сожалению, нет поблизости вам показать ее. Ранее было видео такая, она называлась в магазине Дамской, лопата небольшая. Ей удобно вот как раз-таки делать вот такую траншею. Я сделала траншею. Траншею я уплотнила. Я взяла сначала и походила вот так, вот, просто вот так. Я походила по этой траншее. Я ее уплотнила. Что далее я сделала? Траншею я эту засыпала песком, потому что у нас земля очень-очень тяжелая. По зиму я морковку буду сажать примерно где-то на глубину 5-6 сантиметров. Примерно вот так. Насыпали песок. Что мы должны сделать? Обязательно перед посадкой моркови или сейчас мы опять-таки должны очень вот так, вот, видите, сейчас с песком. Это вот я не успела просто сделать. Очень все ровно, вот так. Ровно, все ровно, гладенько, без всяких комочков уплотняется. Уплотнение нужно сделать обязательно. Почему? Если мы сейчас посеем с вами морковь, ну, сделаем тяпочкой, да, оборостку, как обычно, но не сейчас, потому что сейчас я подчеркиваю, это рано сажать. Сейчас я только готовлю грядки. Вот. И мы посеем потом семена, наши семена куда-нибудь завалятся, там, да, провалятся, водой их размоет. И в итоге что у нас получится? Получится абсолютно ноль. Морковка может просто-напросто не взойти, не взойти у нас весну. Что мы делаем? Сделали ров, сделали грядку, насыпали песок и вот так вот, как я показываю, прошли, вот, видно, уплотнили. Вот так мы поступаем с ветками. Что мы делаем далее? Далее мы должны с вами дождаться уже довольно-таки минусовой температуры, когда сажать морковь. Ни в коем случае сейчас этого делать нельзя. Морковь наша с вами просто-напросто, семена могут набухнуть, прорасти и опять-таки не взойти. Вот почему и удобно. При подготовленной грядке, как только мороз у нас ударяет с вами, прям буквально корочка, корочка на земле образовывается, мы идем с вами на посадку моркови. Я вам обязательно покажу, почему я сделала вот такие вот широкие, довольно-таки, да, будем говорить, полосы, борозды. Я буду морковь вот так в разброс здесь сажать. Обязательно покажу, когда наступит время. Сейчас я просто хочу вам показать, чтобы вы заранее подготовили грядки, потому что все готовится заранее. Когда будет мороз, уже все будет довольно-таки поздно делать. Итак, когда мы посадим с вами морковь, посеем, я засыплю сверху опять питательным грунтом. Это может быть, что перегной, ну, конечно же, дорогие мои, не навоз, перегной, торф, это может быть, мы засыпаем нашу морковь. И вот в таком состоянии она у нас уйдет по зиму. Но, помимо этого, по краю моркови, когда я все это засыплю, да, вот, я по краю моркови вот здесь буду сажать лук. Вот, или лук на зелень, или лук на луковицу. Но, чтобы вырастить хороший лук на луковицу, вот, опять-таки, параллельно, попутно вам говорю, многие жалуются, он стрелкует, никогда не сажайте лук по зиму на луковицу более одного сантиметра. Чем мельче посадочный материал, тем удачнее будет посадка. А сейчас я вам покажу, как я подготовила под лук тоже грядку. А вот здесь я подготовила вот такую небольшую узкую грядочку, это для лука. Для подзимой, для зимой посадки лука, именно лука под зиму, лука на головку. Я, опять-таки, взяла палку свою сажалку, которой я сажаю чеснок, и заранее, заранее сделала вот такие вот отверстия. То есть лук, опять-таки, я пойду сажать, когда будут, ну, вот уже такие, довольно-таки, ноль будет где-то температура, даже минус один. Я разложу лук вот в эти вот канавки. А глубина какая-то, везде? Так, глубина, ну, луку достаточно где-то, ну, тоже 6-7 сантиметров, как чеснок, чтобы он не вымерз и хорошо перезимовал. И опять сверху я засыплю вот таким вот питательным грунтом, торф. Я всё это присыплю, и всё это будет зимовать. Но, опять-таки, сейчас это всё сажать ещё очень довольно-таки рано. Это будет где-то примерно в ноябре, не раньше. Я обязательно сниму видео и предупрежу, предупредю, предупрежду. Сделаю предупреждение. Сделаю предупреждение, когда я начинаю именно посадку. Сейчас готовим грядку. Сейчас готовим грядки. Вот сейчас самое время, несмотря на то, что и дождь какой-то мелкий, но всё-таки мы продолжаем с вами заниматься огородом, не забрасывая. С вами была Юлия Меняева. На своём канале Высадули в огороде. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!